Добрейшего утречка, мои хорошие! Я здесь собралась идти на Валберес. Ой, заказала себе швабру с ведром. Такая довольная пришла швабра. Я же, представляете, у меня три дома полы не мыла. Жду эту швабру, хочу обновить, попробовать. Ой, сейчас заберу. Ой, обуваюсь. И домой прибегу и буду делать генеральную часть прям полной штаны. Хочу еще сейчас дойти. У нас здесь палатки есть. Купить что-то из фруктов. На голове видали, скупалась толком. Не могу сделать прическу, волосы. Волосы до конца не высохли. Еле собрала. Ну, ладно. А возьми здесь рядышком. Все, побежала, побежала, побежала. Погода прям так хорошо. Ну, уже, конечно, жарко. Время где-то без пяти нам десять утра. Ну, хорошо в том плане, что легкий ветерок. Ой, сейчас дома порядка не идут. А то мне уже ручонки чешутся. Хочу навести порядок. А полы, говорю, не мыло, чтобы поберезнее было. Самый смак мыть, убирать. Не знаю, думаю, арбуз что-то купить. Я в этом году еще арбузы не ела. Сейчас дойду в палатку, смотрю, что там есть. В магазине-то явно и покупать такие вещи не будем. В том году магнит брала арбуз. Ужас, а не арбуз был. Ой. У меня здесь рядышком баллбис. Минуты три ходьбы. Детский сад. Сейчас вам покажу, Ильяша, куда ходит. Вот он. Это даже, видите, площадка. Вот эта здесь. Ее в руку гуляет. Прямо на этой площадке. Казах. Хоть я уж показывала вам не раз площадку. Но я пока... Ой, детский сад. Показывала с другой стороны. Так что вот так. Прямо говорю, надеюсь, придет без брака у меня ведро со шваброй. Ну, мне... Ох, я вроде бы... Тьфу-тьфу-тьфу, конечно, бы не сглазить. Сколько раз заказывала, пока все приходило без брака. Надеюсь, на этот раз... Я там еще заказала ульяшке косметику. Детскую. Но это я ей... На день рождения. И... Себе помаду сказала. Темную вишню. Буду модной, красивой. А это вот, видите, трехэтажное здание. Здесь у нас как раз Валберис. По прямой жалко не пройдешь. Придется... Идти, как сказать-то... Ну, не кругалями. Обходить. Район, видите, у нас какой тихий. Людей вообще практически нету. Это хорошо как для пенсионеров, для взрослых людей. Вот это тихо, где спокойно. А я люблю сама по себе суету. Ладно, пока отключусь. Позже с вами еще поболтаем. Собрала ведро. Еще зашла у нас здесь в магазин. Рыбная империя. Купила здесь скумбрию. Там одна... Один вид, где крупнее прям скумбрия. 389. А я взяла за 280, по-моему, 9. Она помельче. Попробую. Теперь иду за фруктами. Сейчас покажу. Прям упакован хорошо. Но я там распаковала, посмотрела. А то вдруг все с браком, блин. Но вроде бы все целое. Ведерко такое маленькое. Ой. Не знаю, удобно будет, неудобно. Попробую. В принципе, большое ведро-то на... Иначе не надо. Самое главное, чтобы швабра... Ручка была короткая. Это самое главное. Разварена. Ой. Забойски мотаюсь вокруг дома. Уже пришла. Надеюсь, палатка открыта. Сейчас посмотрю. Ой. У нас здесь несколько палаток. Это я, Толкуша. Мне мама. А чего ты в палатках ничего не покупаешь-то? Говорю, Москва, говорю, видно не хватает. Палатки-то рядом. А я в магните покупаю. Хожу фрукты. Ой. Ладно, все, пришла. Жарко. Пришла домой. Купила дыню. Ну, я взяла немножко с браком. Ну, он мне сказал, она вкусная, могу прямо вот это, гад, отрезать и съесть при вас. Это, гад, не арбуз. Вот, сейчас вам покажу. Вон, видите? Это, гад, если у арбуза, гад, хоть маленечко, вот эта фигня, он, гад, я никогда не продаю. Я даже, гад, зад так не даю, выбрасываю. А дыни, гад, это нормально. И купила, ну, сейчас прям попробую. Не обманул, надеюсь. Какие-то эти, абрикосы или нектарины со сливами как-то, что-то скрещенные. Сказал сладкий, попробуем. Вроде бы, гнилых нету, сам накладывал. Я не лазю, у меня нет привычки ковыряться, накладывать. Я доверяю людям, как говорит, все на их совесть. Он мне один с гнильцой положил, абрикос-то. Говорю, с гнильцой положили, он его, а он уже взвесил, я после увидела. Он его убрал и два положил в придачу. Ну, это вы видели. Сейчас буду убираться хоть дома. Ой, уберусь хоть. Наконец-то. Меня аж трясет. И вот такая вот скумбрия. Две рыбки. Прям нормальные, крупные, но там были еще крупнее, но подороже. Сейчас дыню помою. Ой. И попробуем. Я вам скажу, вкусно или невкусно. Так. Я хочу ульяшку гаскик своих. Я сейчас где вот эта нехорошая часть, я ее себе отрежу. А где хорошая, это я отдам. Называется детям. О, помыть. Ой, на улице, ну, дышать нечем. Вроде вышло ветерок. Нифига. Это у нас во дворе ветерок, а дальше там пекло. Так. Извиняюсь, что я к вам повернулась с пятой точкой. Ой, извините меня, Так. Нож где большой? Как же мне разрезать, ба? Вот я думаю, как мне. Я вообще хотела вот так разрезать. Наверное, разрежу вот так, чтобы своим дать. Не будут же я им где вот это вмятина давать. Если не вкусный, пойду ему назад отдам. Скажу, обманул. За 60 рублей дыня. Он как за килограмм отдал. Ох, какая. Эту хорошенькую, это я своим. А эту вот сама есть. Вот где тут? А, да тут не дошла. Сейчас попробуем. Первый, в этом году первый раз дынь ем. Я еще не ела. Но мне кажется, что сладкое. Ох. Ох. Сейчас, мой хороший, подниму камеру. С меня пот в три ручья. Гляньте, что есть. она не сладкая. Прямо она приторно сладкая. Сладинная. Ну, конечно, теплая. Сейчас в холодильник уберу. Обалденная. так что, буду теперь знать, что если арбуз где-то хоть чуть подгнивший, ни в коем случае нельзя его есть. Теплая. А так про медовая. Сейчас в холодильник уберу. Все, что купила. И убираться буду. мед, мед. Но не очень сочная. Ну, что, теплая? О, вот и поел с вами. Я еще не завтракала. А это потом. Жалко, у меня Ульяш не любит эти вещи. Ну-ка понюхать-то. Классно пахнет. У нас там палатка стоит. И прямо через дорогу напротив, как киоск, тоже эти фрукты, овощи. Ну, я взяла на улице. Там я тогда брала, ходила, с вами я покупала помидор, что ли. По-моему, да, помидоры. А сегодня взяла на улице. Ну, это, ребят, не русский мужчин, не русский. Ну, зато они в этом деле знатоки, что не говори. Все, убираю в холодильник, а после буду наслаждаться. Все, мои хорошие, вот такое вот видео получилось у меня. Не знаю, понравилось вам, не понравилось. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, дизлайки. Спасибо всем за просмотр, за подписки, за комментарии. Огромное спасибо. Кто не подписался на мой канал, добро пожаловать. Приходите на YouTube, на Дзен. Подписывайтесь, комментируйте, не стесняйтесь. и поддержку ставьте лайки. Всех люблю, до новых встреч.